друзья товарищи вот от снега и не осталось и следа осталось только грязь и правильно вчера пел парень что запахло весной в общем мы сейчас отправляемся в ленту и я хочу начать выгуливать свой автомобиль а именно шкоду сейчас я ее заведу поедем на ней потому что газель гоняет такую бандуру бензина жрет немерено я только не успеваю заправлять так что прокатимся на шкоде и надо уже ближе ко двору и оставить чтобы люди читали объявления и может быть кто нибудь заинтересуется потому что стоя у банка конечно это не дело где-то у них тут скидка было на игрушке монополия что-то я наверное не найду не найду машинки дайте посмотрим каких есть о 499 газе скоростной поезд сапсан блин вот с этой камеры неудобно не понимаешь что ты снимаешь вроде бы объектив наведен а куда непонятно так вон еще какие машинки есть всякие разные x-ray чиков нету здесь вот в нашем детском мире x-ray чики есть уазики есть уазики возьмет x-ray чиков тут нету ладно я собираю другие модельки не эти это так просто может племяшку на 23 февраля ладно очень не понимает что такое праздник 23 февраля впереди у нас алкоголь на акции которые мне не нужно видимо с нового года не распродали шотландские виски за 1300 рублей когда к новому году он был 700 до 600 видимо не продать всякие игрушечки ладно пойдем дальше так набор инструмента а ты что такое ну вот его тоже 94 предмета а здесь ключей нету вот но он тоже тяжелый но не настолько но он поменьше чем он такой же по тяжести тяжелый уже 23 февраля всякие продаются так я не понимаю куда я снимаю ладно так вот пожалуйста напиток капитан морган 1000 рублей барахло какой-то так это тоже нас что тоже виски что у них акция на виски пошла который стоит столько же сколько она стоила без акции по крайней мере капитан морган тарелки голубые смотрите только чудо вот эта тарелка отличается от этой по цвету же такие же и ложки вот это что у нас сковородка что такая дорогая маленькая скоро она шафран 899 999 1200 о коробочке как у меня так у меня киевская у меня большая это вот малюсенько тоже можно что-нибудь сюда такой сложить ящик это для хранения 1000 шваберки мои веледовский я на них работал сколько сейчас это швабры стоит а вот 500 рублей а это сколько 599 но сейчас по акции если кому надо можно купить а так она стоила где-то тысячу с чем-то когда я работал 1000 было сейчас по 500 акций видимо распродажа все что осталось вот но швабры хорошие заметила теперь продают больших доктор пеппер и чупа чупс мне кажется что вот этот чупа чупс это гадость редкость 269 рублей так сказал иди все это полная фигня так еще заметил здесь знаете что сейчас я вам покажу вот ванильный байкал я бы еще не пробовал и чет пока я не хочу его пробовать так и еще вот кока-кола энергетический напиток вот если кто-то пробовал когда-нибудь хоть раз жизни скажите чем он отличается от обычной кока-колы и если разница вот ухты напиток безалкогольный mtv что только не придумают сейчас по-моему уже и канал то такого нету есть только на кабельным а так-то mtv нету он часто называется пятница все энергетики меринда меринда какая вкус клубники груши ананаса химию пить не будем смотрите какой ребята подарок на 23 февраля только ценника что-то на него нет тут и водка два этих самых 2 рюмки и колбаса огурцов что-то не хватает о стоит рядышком одна черная другая красная это черные крыши белая это такая одинаковки это на балкон не могу у меня прямяшка пришла с подружками у меня не сегодня не учится по какой-то причине ездили куда-то в кафе в какое-то на невский приехали принесли суши ребята я не могу у меня просто я прошу прощения те кто ест перематывайте меня тошнит прямо я смотреть на них не могу у меня прямо руки трясутся значит все таки тогда действительно я отравился суши все я больше даже близко на них я запах этот не переношу у меня мама сейчас решила попробовать но она как-то один раз пробовала играм давай контент с ними как ты первый раз пробуешь суши с булкой она нет ты что я не буду на камеру есть я тебе сказал но она мне не показывается на камеру я ее не показываю ну и кто не хочет того не показываю я показываю только себя и вот я гордовать снимем контент сайт сколько просмотров наберем но вот не хочет ладно вот бабушек у меня к сожалению нету так можно было бы у меня бабушка сейчас бы жива была бы мы бы с ней бы тот точно бы суши ванна бы точно попробовал что на чипс у меня пробовалась и пробовала и интересно что это такое дай попробовать и гамбургер пробовала ей понравилось много чего сейчас вот к сожалению нет пахнет ужасно это сушить и фу нет вот лучше жареной картошечки жареной курочки до душ я уж и гамбургер съемут лучшим с макдональдс тем дать суши убрал оттуда машину и теперь видеть смотрю так забыл что я машину доброго место пустое уже смечет кондратья не хватил во дворе ребята все забито время четыре часа даже вот я раньше еще приехал уже мест не было все забито все соседи дома всех машины стоят во дворе раньше как-то все а может быть связи с тем что сейчас бензин подорожала люди ходят пешком не знаю но машины все стоят так что вот надо выгонять машину уже потому что плесень сзади по сидушке пошла и надо чтобы объявление было видно там у меня машина стоит и никто не видит надо от машины побыстрее избавляться потому что машина должна есть чем дольше она стоит тему вот волга 20 лет простояла вот у нее пресень по всему салон и пошла вот у меня в шкоде такая же начинается ерунда так что вот ладно пойду сейчас буду готовить шаверму свою собственную вот шаверма это самое то а все остальное нет суши нет больше никаких суши нигде не пройти сейчас короче говоря бегу быстренько пошел оплачивать коммуналку че там трамвай стал в общем и во дворе место освободилось так что сейчас надо быстренько машина туда перегнать пока место есть и забить как говорится у нас теперь такие дворовые кто первый стал того и тапки так что ребята вот так все разучился ездить на этой машине я настолько привык уже к большой машине я не чувствую где у нее габариты я привык что я сижу вот в большой машине да и у меня сбоку как бы ну большие зеркала стекла я все вижу что вот вот она машина а здесь я зеркала маленькие я как на табуретке как будто я значит по земле вот куда вот едут спрашивать я как по земле я вообще не понимаю где чего заканчивается где начинается машина где заканчивается вы знаете сколько я уже на шкоде не езжу наверно где-то наверно у соседей насколько я уже не знаю наверное где-то наверное с год как я не езжу на машине и я уже отвык соответственно от нее отвык совсем отвык так что вот так ребята надо начинать привыкать ездить на маленьких машинах все-таки эффект во дворе что на машину будут обращать внимание а то так получается машина стоит в таком месте что там никто не ходит никто не видит вот а здесь как бы кто-то глядишь пройдет сейчас машина проедет кто-то глядишь пройдет кто-то может быть обратить внимание мало ли там все таки как-то будет намного попроще и уже надо начинать учиться ездить на легковых потому что скоро волга скоро копейка вот а я уже как говорится отучился есть на маленьких машинах вот реально после газели я говорю садишься такое впечатление что ты сидишь в табуретке тебя по земле волохают на этой табурет уже даже вот сейчас мне сказать что это когда-то я даже представить себе не мог что я вообще даже невозможно машина большая и ездить вообще как не габариты а сейчас я уже спокойно езжу как бы у меня 5 ко всему люди привыкают и всему люди учатся стоит только ребят закатить что сейчас зайду магазин со вчерашнего дня хочу мороженого ой пипец как ребят хочу мороженого надо купить какой-нибудь и съесть спросите вы меня куда я иду в майке в такую зимнюю пору а иду я к соседке вот два мешка взял пойду возьму у нее картошки она сломала руку и у нее картошка лежит на балконе на переход мешок поэтому возьму сейчас 10 килограмм нормальной картошки всем ребята привет наступил следующий день не знаю уже какой у меня влоги выходят на период в общем короче говоря сейчас приехал хочу в маленькой машинке немножко прибраться посмотреть что у меня там в багажнике лежит вот большую машину так чисто тряпочкой там помыл вот ну бесполезно быть по такой погоде потому что все течет везде грязь и мыть это бесполезно стоит только помыть и сразу все поэтому грубо говоря я просто так обмываю тряпочкой протираю и грубо говоря все в общем короче говоря знаете что ребят хочу вам сказать пришел сегодня молодой человек звонится в дверь мама спрашивает кто там он говорит а сына вашего можно мне сказали что он вашей квартире проживает а мне как тебя время уже было после обеда я хорошо вы хотите а я представитель управляющей компании собрания вы знаете мне сказали что вы сможете мне помочь походить по жильцам и поагитировать их вступить в нашу управляющую компанию грунт в своем уме я открываю дверь ну естественно с телефоном ну чтобы знать кто это стоит значит мальчик такое у него на голове знаете как это косичка такая маленькая знаете как вы сделали такую косичку маленькую ягры молодой человек в своем уме вообще игру сейчас сами поняли что сказали игры вы передайте своему кириллу что он вообще неадекватный я говорю чтобы я с вами ходила агитировал вступать в дочернюю компанию доверия в своем уме зачем вы ставите клеймо на наши управляющие компании я не буду никакого клейма оставить она вот так уже на вас стоит у вас нет ни одного дома ваше управление причем вы подбираете к себе именно те дома которые относятся к доверию совпадение не думаю смотрите и судите сами совпадение или но ведь но вот по случайность так или иначе а совпадение не думаю допускаю что это совпаде я говорю вы чего вообще игру ходите и не смейте ходить по квартирам я всех предупрежу чтобы вам никто не открывал ничего не подписывал и вам представляете берет такой мою дереву так закрывает я гру давай ты не будешь мою дверь как бы трогать да я такой я сам разберусь что мне надо делать не надо мне указывать я еще раз вам никто не подпишет вы хотите переходить жкс-3 переходить не ваше это дело куда мы хотим переходить очень короче говоря ребята раз уж сказал в субботу активист московского района а значит пригласил меня на собрание они значит тоже собираются создавать свое тсж но они еще только собирается его создавать в общем короче говоря они покруче будут нас потому что они организовали школу все собрание в школе то есть они взяли школу и в общем короче говоря в школе они будут проводить данное собрание туда приедет телевидение туда приедет администрация московского района и туда же пригласили меня по какой с какой целью ну с целью того чтобы люди очень хотят видеть того кто разговаривал с президентом хотя я не вижу в этом смысла ну и плюс я им бы рассказал про нашу управляющую компанию и что у нас вообще какие проблемки есть вот я очень не хотел ехать туда но мне все говорят что поезжай поезжай он ведь у нас был а вот получается что тебе все равно поэтому съезди в субботу за послезавтра 5 часов так что ну поеду надо конечно подготовить какую-то речь потому что будет телевидение мне нужно будет что-то говорить вот поэтому ну что же делать ладно съездим ребята покажу целый мешок не буду одну что раскрывать он там видите нет вчера все-таки я решил взять целый мешок картошки у нее остался вот мешок она говорит бери и в общем короче говоря что там мелочиться 10 килограммами взял целый мешок здесь 20 кг ну ладно пусть все равно картошка хорошая пригодится посмотрел я сегодня ребята передачу прямой эфир с андреем малаховым про такси и у меня просто волосы на голове дыбом кому интересно кто хочет пересмотрите можно найти сегодняшний эфир это ужасно я почему сейчас за это про это говорю вот мое видео где я рассказываю про таксиста до сих пор не дает покоя хейтером как сказала одна женщина на ютубе она их называет хейтеры ты когда-нибудь доиграешься своими этими высказываниями что вообще такой русский таксист когда-нибудь тебе прилетит за это вот посмотрите сегодняшнюю передачу и вы просто будете в шоке у нас 95 процентов нелегалов в такси 95 процентов вы только вдумайтесь сколько оказывается было совершено убийств таксистами изнасилований ограблений сколько было дтп и вот провели специальное расследование приехали заказывали такси приезжают водители у них нет никаких документов один вообще не знает что такое права значит там третий города не знает это что вообще и вот действительно говорили что вот как я всегда говорю его прямо в этой передаче было сказано что раньше профессия таксиста считалась высокопрестижной вообще я говорю водитель мог достать какой-то дефицит к нему могли обратиться там за какими-то продуктами это считалось высокая профессия а сейчас что до чего мы к чему мы пришли до чего мы докатились что заказывая такси ты не знаешь доедешь ли ты живым да и без травм хотя бы или нет и как вообще можно отправить человека неизвестно с кем или допустим приезжает водитель в приложении у него одно имя и фамилия а приезжает абсолютно другой человек совершенно с другими документами мне кажется что это надо просто взять под особый контроль следить за этим нужно обязательно чтобы были только официально зарегистрированные таксисты и соответственно чтобы пассажир знал какой именно водитель приезжает чтобы у него был рейтинг специально чтобы были все его данные именно его и то же самое чтобы у водителя были была обратная связь с пассажиром то есть человек заказывающий такси должны быть все его данных что он и соответственно чтобы человек тоже чтобы водитель был спокоен кого он везет вот пока вот это пассажир водитель не наладится у нас будет вот такой беспредел поэтому уважаемые хейтеры прежде чем писать мне что-то в комментариях и выискивать какой-то контент да подумайте как у себя ведете и что вы говорите в этом на своем форуме люди почему фунт лихо оскорбляете вам вообще надо рот суровыми нитками зашить понимаете и не раскрывать его никогда а вы еще не укор делать вот посмотрите эту передачу вот не дай бог вы закажете такси своим родственникам они не доедут что вы будете делать там уже не до вырезания чужих видео и не отправление куда куда там в этом собрались отправлять поэтому я говорю ребята нужно быть бдительным нужно быть внимательным и ну адекватный человек он поймет а неадекватный зритель у которого ну хейтер я имею ввиду у которого в жизни все плохо вот и наверняка он наверное ездил с такими таксистами он и будет вот такой ерундой заниматься так что ребята так и в конце своего видео влога я вставлю этот кусочек ролика про советского водителя такси это вырезка из фильма будет покажу вам какие раньше были водители как и как вообще раньше какая раньше это была профессия престижная не то что сейчас какая работа я водитель такси 30 35 пассажиров 12 часов работы увидишь кусочек чьей-то жизни и больше с человеком не встретишься жаль бывает расставаться иногда бывает сядет какая-нибудь старушка у нее даже адреса толком нет одно название улицы пообещали встретить не встретили а сама она в москве всего раз была вот и выкручивайся как хочешь а не помочь человеку нельзя хорошо она дом вспомнила хоть и не сразу а и Субтитры подогнал «Симон»!